МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Опасные игры в Балхаше. Со второго этажа упал ребенок. Новое правило. Как поступить в колледже Балхаша?" -"Сихометрический тест будет сдавать и эссе будет писать". -"Точки над И". Когда в Казахстане примут окончательные решения по усилению карантинного режима? В Балхашу 6-летний мальчик упал со второго этажа по стройке. С ушибами и ссадином ребенка доставили в центральную больницу города. Происшество случилось вчера вечером на улице Чайковского. Известно, что ребенок упал во время игр на частной стройке. По информации медиков, ребенок поступил в медицинское учреждение по состоянию средней степени тяжести. Травм и угрожающих жизни переломов не диагностировано. Сейчас мальчик проходит лечение в травматологическом отделении. Он стабилен". Вчера ночью поступил ребенок 6 лет. Были произведены все обследования. Серьезных нарушений не обнаружено. Состояние мальчика оценивается как стабильное. Он получает лечение в отделении травматологии центральной больницы города Балхаш. Сотрудники ЧАЭС напоминают родителям об опасности на заброшенных объектах. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в Каренской области напоминают запомните сами и объясните детям. Всегда держите ребенка за руку в виде потенциально опасных мест. Объясните и проговорите ребенку опасность игр на стройке. Не оставляйте детей без присмотра. Нельзя близко подходить к опасному объекту. Существует вероятность заброшения элементов конструкции сооружения. Выпускник специализированной школы-интернат Зиаткер набрал на ИНТ рекордные 125 баллов. В этом году учебное заведение выпустило 25 учеников. Из них 4 выпускника набрали на тестирование свыше 100 баллов. Средний балл за ИНТ внутри школьной организации составляет 87,1 балла. Школа-интернат Зиаткер физико-математического направления открылась Балхаши три года назад и является областным учебным заведением. Новых учеников сюда принимают с пятого класса. Ну, если сравнить с предыдущими годами, то результат в этом году намного высокий. Почему? Потому что в этом году мы приняли на работу молодых преподавателей, которые сами когда-то сдавали ИНТ. То есть они сами прошли через это, сами готовились. И поэтому они знают все нюансы ИНТ, как нужно готовиться. И это, конечно, помогло. Выпускник этого года Марат Балдачев стал рекордсменом по ИНТ, набрав 125 баллов. Уже бывший школьник учился на отлично с первого класса. Со средней школы любимым предметом были физика и математика. При подготовке к ИНТ усердно пришлось готовиться не только по ним, но результат стоил трудов. К ИНТ готовился в основном сам. Там преподаватели помогали, да, мои учителя. То есть по физике, по математике. У меня профильные предметы просто это. Больше готовиться нужно. Тогда все вопросы будут проще и понятнее. А так сложного, в принципе, там, ну, такого особо ничего нет. Почти 900 грантов предлагают местные колледжи для выпускников 9 и 11 классов. Из-за карантина изменился порядок приема документов и вступительных экзаменов. Асель Смогулова отвечает за набор будущих медиков. В этом году в медицинском колледже 75 абитуриентов бесплатно смогут поступить на медсестер и акушеров. Грант получат ученики, у которых больше пятерок в аттестате. Экзамены по балу смотрим на тестат. Биология, химия, казахский язык. Будет конкурс, потом психометрический тест будет сдавать и эссе будет писать. Прием документов перевели на онлайн. Теперь абитуриенту нужно сделать ЭЦП онлайн. Дальше на портале egov.kz во вкладке образования выбрать среднее. В списке нужно найти колледжи, заполнить данные. По ЕГОВ тоже принимаем, это через ЦОН. Каждый абитуриент сдает документы в ЦОН. Мы принимаем по программе АИС. Заявка поступает в нужное заведение. До 20 августа прием документов ведут 7 балхашских колледжей. В этих учебных заведениях почти 900 грантовых мест. На них претендуют 1079 выпускников 9 класса и еще 11 классники, которые не смогли пройти ЕНТ. На испорченный искусственный газон пожаловался житель Балхаша. Чтобы привлечь внимание к непригодному покрытию игровой площадки возле Дворца культуры, мужчина прислал видео в нашу рубрику «Народные новости». Культурно-досуговый центр отправил на место ремонтную бригаду, который привел в порядок покрытие. Администрация организации обратилась к балхашцам с просьбой. Пользуясь моментом, хотел бы сделать обращение, так как часто подвергается фактам вандализма нашей профессиональной формы, малой беседки, подсветки, детские площадки. И попрошу наших горожан обращаться бережно с имуществом, так как все это делается для нас, для наших детей. Мы, как патриоты своего города, должны вместе строить и понимать наш любимый вывод. На рабочем поселке сгорел автомобиль. Пожар в машине вспыхнул, когда в ней никого не было. ЧП произошло днем на улице Сарсембаева. Огонь из иномарки заметила прохожая. Женщина позвонила пожарным. На ликвидацию возгорания понадобилось около 15 минут. В тушении огня было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Машину восстановлению не подлежит. Жертв пострадавших в происшествии нет. 29 июня 2020 года поступило сообщение специализированной пожарной части номер 5 о том, что по улице Сарсембаева вблизи теплицы горит автомашина. Данный материал передан в отдел полиции. Причина устанавливается. В Балхаше стало меньше разводов. За полгода 2020-го распались 80 семей. В прошлом году за 6 месяцев расторгли брак 132 пары. Всего с начала года в городской суд поступило около 180 заявлений от супругов. Одна семья отказалась добровольно доводить дело до конца. Через медиацию помирились 13 пар. По словам судей, причиной прекращения совместной жизни становятся ссоры, безработица и изредка измены. Со дня поступления заявления на развод медиаторы суд присяжных работают над примирением сторон. Раньше примирение сторон рассматривалось в течение пяти дней. Сейчас остается срок 10 дней. В ближайшее время в Казахстане примут окончательное решение по усилению карантинного режима. Об этом заявил министр здравоохранения на сегодняшнем брифинге. Также он сообщил о новых изменениях в проблемных вопросах. Учитывая ажиотаж, сразу же было принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств. Отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов. Также уже завезены ингаверин и 70 тысяч упаковок, и террафлю 49 тысяч упаковок, которые до конца недели будут поставлены на оптовые склады и в дальнейшем будут направлены в регионы. В настоящий момент в таможенных складах страны проводится оформление документов по оптовым партиям требуемых лекарственных препаратов. Они поступят на прилавки аптек в ближайшее время. Второе. В стране наблюдаются большие очереди на компьютерную томографию легких. Сегодня в стране функционирует 135 томографов. Пневмония может быть также диагностирована на цифровых рентгенаппаратах, которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в клинический протокол диагностики и лечения COVID-19. Третье. Актуальный вопрос для населения – это тестирование на COVID-19. Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительствам выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 миллиона тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время. В Казахстане сегодня функционирует 46 диагностических лабораторий. Только в городе Нур-Султан их пропускная способность позволяет проводить 10 тысяч тестов в день. Из-за недостаточности мощности лабораторий планируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализаторов до конца августа. Бригадами скорой помощи будут организованы забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпид-ситуации. Четвертое. Поступают жалобы от граждан на длительность обслуживания или отказы вызовов скорой помощи. Количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раз, а в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы – в 2-2,5 раза. Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по поводу коронатакси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение межведомственной комиссии и, надеюсь, будут поддержаны. В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы. На уровне участков планируется создать порядка 3 тысяч мобильных бригад. Они будут обеспечить выезд медицинских работников пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов. Пятое. Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет в целом порядка 60%, в городах Нур-Султана и Алматена достигает до 90%. В стране 348 медицинских организаций были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется дополнительно по стране до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеется оснащенное реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ составляет 3294 единицы. За последний месяц закуплено 978 аппаратов и дополнительно планируется закупить порядка 1 тысячи аппаратов ИВЛ. Шестое. Важными для населения остаются вопросы порядка захоронения усопших. Несены изменения в действующий порядок захоронения, разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм.